Развитие мозга, повышение своего интеллектуального уровня для молодых означает более высокие результаты, а для пожилых – поддержание ясности ума и профилактику болезней. Для тренировки мозговой деятельности разработано множество упражнений. Сегодня мы расскажем о семи способах, как прокачать мозг многократно повысить результаты вашей деятельности. Наш мозг предрасположен к любопытству. Позвольте себе быть любопытным. Только не надо проводить время с друзьями, обсуждая коллег и соседей. Нам нужно здоровое любопытство. Поспрашивайте у друзей и знакомых интересную информацию, до которой никак не доходили руки. Пусть это будет новой привычкой. Вы будете поражены тем, сколько полезной информации проходило мимо вас. Сила воздействия музыки Моцарта на головной мозг научно доказана по двум направлениям – частоте смены ритма и, собственно, по частоте звука. Именно в его музыке 30-секундные волны повторяются чаще, чем в любой другой. То есть выражен ритм, который соответствует биоритмам нашего мозга. Также самый большой резонанс в коре мозга получают звуки высокой частоты, а произведения Моцарта буквально насыщены звуками высокой частоты. В Канаде на государственном уровне на городских площадях играют произведения Моцарта, чтобы снизить количество аварий. У нас, конечно, такого не встретишь, но что мешает нам включать хотя бы на 10 минут классическую музыку? Изучайте что-нибудь новое, причем регулярно. Самый идеальный вариант – это изучение языков. Ученые уже давно доказали, что это благотворно влияет на наш мозг. И лучшего способа улучшить память еще не придумали. Да-да, изучение языков делает наш мозг умнее. Это происходит за счет развития и увеличения в объеме некоторых областей мозга – гиппокампа, частично коры больших полушарий. Также это отличная профилактика болезни Альцгеймера. Думайте творчески. Никто вас не просит нарисовать картину или написать книгу. Просто начните тренировать свой творческий потенциал. В детстве все любят рисовать, вне зависимости от своего таланта. Для начала можно купить раскраску антистресс и попробовать раскрасить рисунок, используя правильное сочетание цветов. Креативная работа сопровождается гораздо больше, чем при аналитической деятельности активностью нейронных цепей, соединяющих разные отделы головного мозга. Также при творческой работе у нас идет положительный заряд в эмоциональном плане, что также сказывается на работе мозга. Порой наш мозг не может справиться с поступающей информацией, но мы все равно заставляем его решать сотни разных задач каждый день. Из-за этого наши мысли могут иметь негативное влияние на вас. Запомните, ваш мозг не машина, ему нужно расслабление. Так что не забывайте провести вечер в приятной компании или за просмотром хорошего фильма. И не забывайте смех, он тоже благотворно влияет на умственные способности. Совершайте ежедневные прогулки на свежем воздухе. Свежий воздух гонит кровь к мозгу, а значит все запоминается легче. Так что во время сложного дедлайна берите ноутбук в руки и идите прямиком в парк. И вы сами удивитесь, насколько легче будет даваться работа. А во время перерыва можно сделать пару упражнений на растяжку, так как физическая активность также благотворно влияет на наши нейроны. Чтобы максимально использовать свои навыки запоминания, вы должны быть спокойным и внимательным. Основной способ правильной настройки на запоминание состоит в том, чтобы иметь здоровый сон. При недостатке сна вы окажетесь не способны сохранять необходимую концентрацию. Если вы не в силах сохранять концентрацию, мозг не сможет настроиться на работу. У каждого человека своя норма сна. Определите свое и старайтесь не нарушать режим, который вам подходит. Надеемся, наши советы окажутся полезными для вас и через месяц вы будете на новой ступени своей жизни.